Севнаследие ждет результата в археологических исследовании на Солдатском пляже. Об этом сообщил начальник управления охраны объектов культурного наследия правительства города Михаил Рязанцев. По его словам, Севнаследие выполняет только инспекторские функции. Найти специалистов-археологов, заказать и оплатить исследование участка должен заказчик строительства апарт-отеля компания «Интерстрой». Он должен провести археологические исследования, сведения подать в органы охраны памятников. Мы эти сведения рассматриваем, также публикуем. Все у нас на сайте историко-культурная экспертиза. 15 дней экспертиза у нас размещена историко-культурной по результатам. И только после этого мы пишем письмо согласования о том, что да, действительно в этом месте все нормы закона учтены, памятник спасен. На что есть заключение компетентного эксперта, аттестованного Министерством культуры Российской Федерации. Михаил Рязанцев считает, что результатам будущей археологической экспертизы можно будет доверять. Исследование должен проводить специалист, имеющий государственную аттестацию. По мнению начальника Севнаследия, археолог не станет рисковать карьерой и подписывать заключение с недостоверными сведениями. Он рискует потерять навсегда возможность получать открытый лист и быть экспертом. А это, извините, это его работа, это его бизнес, это его деньги, это его семья, это вся его жизнь. Однако, по информации Михаила Рязанцева, бывали случаи, когда застройщик искал эксперта, который составит заключение не в пользу историко-культурного наследия Севастополя. Здесь были такие случаи, я не буду называть компанией, про которые стало известно, что они таких людей искали. Севнаследие, по словам Михаила Рязанцева, не несет ответственности за охрану античных склепов, обнаруженных общественниками на территории, прилегающей к Солдатскому пляжу. Это бремя собственника участка. Мы не осуществляем эти полномочия. Это нужно в МВД обращаться, чтобы выставили охрану в неведомственную какую-то еще к ЧОПу. Сейчас Севнаследие, по информации начальника управления, исполняет функции наблюдателя. По словам Михаила Рязанцева, до поступления результатов государственной историко-культурной экспертизы участка на берегу, где Интерстрой планирует возвести отель, управление контролирует ситуацию. Мы смотрим, чтобы не было нарушений законодательства с этой стороны. То есть не начали стройку раньше, чем к нам придут документы. Мы вот не можем туда представить, конечно, солдаты, но буквально через день сотрудники выезжают. Письма мы написали. То есть действуем вполне, я думаю, так сказать, компетентно и держим руку на пульсе.